Нина Александровна Савочкина открывает двери своей квартиры с опаской даже полицейским. Когда-то она стала жертвой мошенников и отдала аферистам круглую сумму денег. У меня внук плавал на теплоходе, и вдруг говорят, что он попал в аварию. Ну я говорю, как в аварию? Вроде он на теплоходе, все, нет, ехал в машину и попал в аварию. В общем, виноват он, нужны деньги. Ну и, в общем, начали меня разводить по всем дистанциям. Предупрежать, конечно, надо нашего брата, особенно старых. Это не я одна была здесь по заводу Лейна, нас много было таких. В Астрахани с начала года зарегистрировано 748 фактов мошенничества. Это практически в два раза больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Антитеррористическая комиссия при администрации города Астрахани разработала новые информационные материалы чтобы предотвратить обманные действия, а также обезопасить астраханцев. Народные дружинники вместе с полицией информируют граждан, раздают памятки не только по противодействию мошенникам, но и о мерах антитеррористической безопасности многоквартирных домах. Самое главное, здесь мы прописали порядок информирования в случае возникновения данных угроз. Как гражданин должен представить, что он должен сказать, потому что вот эти минуты, секунды, они определяют всё и решают вопрос, связанный с безопасностью. Под особым вниманием не только жилые дома, но и муниципальные объекты. Стенды с памятками и рекомендациями о действиях в случаях чрезвычайных ситуациях размещены в школах, детских садах, административных зданиях. Ответы на вопросы о том, что делать при обнаружении подозрительных предметов, как действовать, когда объявили эвакуацию, можно найти и на сайте администрации города Астрахань во вкладке «Добровольная помощь и активное участие». Подобная информация достаточно полезна для наших горожан, и, по крайней мере, там есть обратная связь. Хочу отметить, что у нас также есть материалы по добровольным народным дружинам. Это активная та часть горожан, которые могут принять участие в охране общественного порядка совместно с правоохранительными органами. Поэтому мы очень ждём в состав ДНД, скажем так, наших астраканцев. Взаимодействие антитеррористической комиссии дружинников и полиции повысит эффективность разработанных мер. Однако они будут неполными, если жители города не будут принимать в них участие. Виктория Соколова, Руслан Асанов, Центр новостей.